Иван Артюшкин, микрофон выключите. Из присутствующих кто-то знает Николая Симонова? Хорошо. Мир всем с Рождеством Христовым! Все Христос у вас Рождеством! 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 Романа нету, не видать, по крайней мере всё ещё. Больше шестнадцати не было, кажется, сегодня вроде семнадцать. Так, это ещё у нас напихите, пожалуйста. Только не перепихите, а то они сильно пригорелые будут обратно. Сергей Ильин пришёл к нам. Так у него в какие дни-то идёт? В какие дни у него занёте? Там этот метрофан-то греческий-то. Он у него, говорит, там заходит. Неужели Сергей не видит, кто это? А почему других-то не видно? Только картинки они... А что, они отключили сами себя? А? Да-да, они видел камеру, перечеркнули, их не видно. А почему? Помолим. Странно даже. Песня. 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 Слава тебе, Боже наш, слава тебе, слава Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и пресна и веки веков. Аминь. Так шо, и Рождество Твое Христе Божий Наш не споем? Давайте хоть Рождество Твое Христе Божий Наш споем. Ну нет, так нет. Сергей, что-то отключил себя. Благодатская, то ли свет не включает, так маленький какой-то тенечек. Первый день Рождества Христова, все-таки бы неплохо спеть, Рождество Твое Христе Божий Наш. Великий праздник такой. Мы уже в храме пели, давайте заниматься. Муж пели, пели сегодня. Я по-русски его не знаю, по-серковнославянски, честно говоря, тоже по-русски не нашел. На славянском? Зачем на русском? На славянском, ну-ка. Я не хочу по-серковнославянскому, я вам ничего не скажу. Пожалуйста, просите слово у ведущего. Подблюдайте правила. Книга Откровений, 16 глава, 20 стих. И всякий остров убежал, и гор не стало. Толкование. Это тоже следствие описанного в стихе 18-го землетрясения. Это тоже следствие описанного в стихе 18-го землетрясения. При землетрясениях часто поверхность земли меняет свои очертания. Острова погружаются в море, в горах бывают обвалы и разрушения. В невероятных масштабах все это совершится в кончину века. Уже в 6-й главе 14-м стихе мы читали, что, цитирую, «всякая гора и остров двинулись с мест своих». «Теперь сказано, что исчезнут вовсе». Далее, 1 Петра 3.10. «Стихи же, разгоревшись, разрушатся». «Прежнего и в прежнем виде не останется ничего. Прежнее небо и прежняя земля не навали, и моря уже нет». 21-я глава. И насказательно святой Андрей Кисаринский под островами разумеет все церкви, а под горами в них начальство. При наступлении великой скорби антихристов, святые и их пастыри, по исполнению слов Господних, уйдут в пустынные потаенные места и укроются там. Их не станет в шумном безбожном обществе. Убегут они не от мучений, не из страха, но предпочтут для сохранения благочестия пребывать в горах и пещерах, нежели в городах, да и невозможно им будет жить в обществе. Также и в само пришествии Христа наступки и соединятся с Господом, грядущим в облаках». 1 Фесслантийцам 4.17. «И их уже не станет среди нечестивых». Вопросы? Откровение 16.21. «И град величиною в талант пал с неба на людей. И хулили люди Бога за язвы от сада, потому что язва от садов была весьма тяжкой». Аня. «Это в довершении всех бедствий. То, что град пал с неба, означает, что людей, если землю постигнет в гнев небес. Небо не может более взирать на беззаконие людей и посылает тяжкое наказание. Все, уничтожающие град величиною в талант, талант мера веса в 60 метров, перевести ее точно на наши гниции измерения не удается, но для града величина, в всяком случае, весьма большая». У кого-то микрофон не выключен, проверьте, пожалуйста. Ну, Роман, малыш, у тебя. «Карает людей, язва от него была весьма тяжкая». Эта язва напоминает также седьмую казнь, язву, наведенную Господом на Египет. Исход, 9 глава, 13-35 стихи. «Но все казни не приводят к покаянию, сердца людей ожесточены и ожесточены навечно. Не действует ничто, ни землетрясения, ни разрушения Иерусалима, ни падения Вавилона, ни град. Покаяния нет. И хулили люди Бога за язвы от града». Ула, вот последнее, что в отчаянии, злобе и безотской одержимости извергают устав погибающий. Что еще остается? Страшный суд. Начало вечных мучений. Вокровение 17.1 «И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаши, говоря со мною, сказал мне, «Подойди, я покажу тебе суд над великою блудницей, сидящую на водах многих. С нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивали живущие на земле. И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными и семью головами, и десятью рогами». Толкование. Кончилось ведение судов семи час. Теперь Господь имеет намерение подробнее показать великий город в имени Антихриста. Вавилон и суд над ним. Это раскрытие уже ранее кратко сказанного Иоанну. В 14 главе 8 стихе и в 16-19 о Вавилоне. «И вот пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш. Возможно, седьмой ангел, как уже возвещавший о падении Вавилона». 16 глава 19 стихе и «Говоря со мной, он сказал мне, подойди». Это похоже, как в 10 главе 8 стихе «Голос с неба стал говорить с Иоанном и сказал, подойди, возьми раскрытую книжку из руки ангела, стоящего на море и на земле». Здесь же ангел ему говорит, подойди. Не надо понимать, что сам тайнозритель встал и пошел, смелив свое местоположение. Нет, все это было в тюрьме. Телесно он оставался, где и был, а в видении ангел пригласил его подойти. И далее Иоанн пишет, что «ангел повел меня в духе пустыню». Слова «в духе» означают, что все это происходит в видении. Что же намеревается ангел ему показать? «Великая блудница» глава 17 и «Суд над нею» глава 18 являются объектами видения, показанного ангелом Иоанном. Кто эта великая блудница? Там же ангел и дает толкование этому стихе 18. «Жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями». А во втором стихе этой же главы, 18 главы, так сказано, «Вавилон – великая блудница». Итак, «Великая блудница» – это не что иное, как великий город, царство антихриста, средоточие богоборчества и нечестия. Священному Писанию свойственно называть блудницами великие города по их развращающему и расклевающему влиянию на окружающие народы. Так о Тире пишет пророк Исаия, цитирую, «И будет в тот день, забудут Тир на 70 лет, в мере дней одного царя. По окончании же 70 лет Тиром будет то же, что поют о блуднице. Возьми цитру, ходи по городу, забытая блудница. Играй сладко, пой много песен, чтобы вспомнили о тебе. И будет по истечении 70 лет Господь посетит Тир, и Он снова начнет получать прибыль свою, и Он будет блудодействовать со всеми царствами земными по всей вселенной». Пророк Исаия, 23 глава, 15-18. О Неневе пишет пророк Наум, цитирую, «Это за многие блудодеяния развратницы приятной наружности и искусной в чародеи дней, которая блудодеяниями своими продает народы и чарованиями своими племена». Книга пророка Наума, 3-4. Здесь же о Вавилоне кончины века, о котором и ранее уже было сказано, цитирую, «Он яростным вином блуда своего напоил все народы». 14-8. «Вавилон, великий царствующий город времен Антихриста, будет простирать свое влияние на все народы». Это выражено тем, что великая блудница показана Иоанну, сидящую на водах многих, а далее в стихе 15-м будет объяснено, что, цитирую, «Воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди и народы и племена и языки». Это напоминает слова пророка Иеремии о древнем Вавилоне. Цитирую, «О, ты живущий при водах великих и забилующие сокровища». Торок Иеремия 51-13. Шире под великой блудницей можно понимать не только сам развратный город Вавилон, но и вообще осуществляемое через него земное богоборческое царство. А в Вавилоне в великой блуднице существует в сектантской среде много ложных, а то и прямо богохульных толкований. Сходятся эти толкования на том, что считают великую блудницу не городом, не политическим и государственным центром последнего времени, а ложной религией антихриста мирской церковью организации лже-пророка. Конкретно при этом называется то сама церковь православная и католическая, то римское папство, то экумена. Во-первых, все эти толкования ложны, уже по одному тому, что видят в великой блуднице невеликий город, царствующий над земными царями во времена антихриста, сказанных в стихе 18а, религиозно-идеологическую силу последнего времени. Ложность этого видна из следующего. А. Во всех местах о Вавилоне великой блуднице это 14.8, 16.19, 17 глава и 18 глава нет и тени такой мысли. Б. Стих 17 главы 18 прямо толкует, что жена есть город. Если же допустить мысли сектантов, то надо еще толковать, что есть город. То есть давать толкованию толкованию, а это бессмыслица. Зачем давать толкование одного видения другим, которое в свою очередь опять нуждается в толковании? Зачем символ символа? Попросительный восклицательный знак. Стихи 9 и 18 9 по 18 дают толкование видения в стихах 1 по 8. Если мы город, стих 1, должны понимать опять как символ чего-то другого, то и 7 царей в 10 стихе, не 7 царей, а символ чего-то, и 10 царей в 12 стихе, не 10 царей, а символ чего-то, и народы показанные в видении в образе не народы, а в свою очередь являются символом чего-то. Так, символом, чего же они являются? В 8 не 10 танков. Допуская символическое понимание города, мы должны допустить символическое толкование в стихе 19-18 и прийти таким образом к нелепому предложению вроде тех, что племена и народы являются не народами и племенами, а символом чего-то другого. Ложность этих толкований легко усмотреть из их сопоставления с текстами писания. Здорово доказывать. Иные разумеют под великой блудницей саму церковь. Она, мол, на своем историческом пути отреклась от своего высокого назначения, сделалась служанкой человеческих стремлений, вошла в контакт с миром, то и стала блудницей. Изменила небесному жениху и блудодействует с миром. Это толкование проистекает из совершенно ложного сектантского понятия о том, что есть церковь. Цитирую. Церковь 1 Тимофея 3.15 Цитата. Церковь есть столб и утверждение истины и по словам Спасителя далее цитата «Брата ада не одолеют ее». Евангелие 1 Тимофея 16 глава 18 стих. «Истинная церковь Христова будет спасающей и благодатной до конца мира и ничто не поколеблет ее. Сектанты отпали от церкви, лишились ее благодати и образовали свои самочинные общества в последние века, в основном со времени реформации в 16 веке. В происхождении последние века они не могут объяснить иначе, как через утверждение, что церковь истина в течение веков отошла от истины. Тут они приходят в явное противоречие с вышеперечисленными стихами, что в церкви есть толпы утверждения истины, Матфея 16 18 7. 1 Тимофея 3.15 врата ада не одолеют ее, Матфея 16 17. Теперь они говорят, что церковь не только отошла от истины, но станет великой блудницей антихристово времени. Это уже богохульное учение. Евангелие от Матфея 12 глава 22 по 32 стихи. Самого термина мирская церковь писания нового завета преподающая учение о церкви не знает. Это богохульный вымысел сектантов, ибо хулящая церковь хулит ее создателя и главу. Образ великой блудницы неприложим и к римскому папству, как это следует из распустения в приложении 4. Ложно и понятие сектантов об экумении, как о великой блуднице, сидящей на водах многих. Это учение распространено среди артистов раскольников, среди минонитов. Многие же протестанты и сектанты наоборот активно участвуют в экуменическом движении. Под многими водами они понимают многие вероисповедания, объединившиеся в один союз и образовавшие мирскую церковь. Об этом городе великой блуднице ангел говорит Иоанну. С нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивали живущие на земле. Это все о великом богоотступничестве, нечестие и талитворном влиянии великого царствующего города на другие государства и народы. 14 глав 8 стих. Пророк Иезекиил так об этом пишет. Цитирую. И пришли к ней силы Вавилона на любовное ложе и осквернили ее блудодейством своим и она осквернила себя ими. Рок Иезекиил 23.17. Ну где? Нет. Асиан связи? Ну тогда до сих пор были слова ангела. Теперь только начинается само видение. Иоанн описывает «И повел ангел меня в духе в пустыню». Словами «в духе» означено, что происходит это не в земной действительности, а в видении. Повел его ангел в пустыню, где увидел тайнозритель великую блудницу. Пустыня здесь имеется в виду в нравственно-религиозном смысле. Великая блудница за свое любодейство совершенно оставлена Богом, лишила себя всякой связи с церковью, находящейся также в пустыне. 12 стих 14, но совершенно иной. Великая блудница лишена источников воды живой, текущей в жизнь вечную. Евангелие от Иоанна 4, 14. И оказывается в духовной пустыне, обреченной на нравственную гибель. Здесь жизнь без Бога, без Духа Святого, без живительной влаги небес. К тому же пустыней в духовном существе считается вообще всякий город или многочисленное многолюдное общество, порицаемое Богом за душевное объединение, прелюбодеяние и другие подобные преступления. И вот в этой нравственно-духовной пустыне пишет Иоанн «Я увидел жену блудницу», которая далее будет подробно описана. Но сначала показывается в чем ее сила и сущность. Это означено тем, что Иоанн увидел ее сидящую на звере багряна, преисполненном именами богохульными, семью головами и десятью рогами. Все это все тот же цитирует «зверь, выходящий известный» в 11 главе 7 стихе «большой красный дракон с семью головами и десятью рогами». 12-3. Это дракон, давший силу свою, престол свой и великую власть антихристу. 13-2. То есть это дьявол и сатана. На нем сидит жена-блудница, с ним она в самом теснейшем контакте. Сидит она на багряном звере. Сатана назван здесь зверем багряным, как облаченный в царскую багряницу, как царь царей земных, Матфея 4 глава 8-9 стих, как осуществляющий через семь земных царств свое царство на земле. Вельзевул князь бесовский, Матфея 12-24 князь господствующий в воздухе, Ефесянам 2-2 правитель, мироправителей тьмы века сего, Ефесянам 6-12 С другой стороны, багряный цвет зверя означает и то, что он обогрен кровью святых и мучеников и вообще людей, ибо цитирую, он был человекоубийца от начала. Вангрия Тиана 8-44 Далее о звере сказано, как о преисполненном именами богохульными, ибо он богохульник в собственном смысле слова. Он восстал на Бога и увлек за собой множество ангелов и людей. Он научил их хулить Бога. Сам преисполненный именами богохульными, то есть исполненный богохульством до предела и даже более, он и семи головам своим, то есть своим семи царствам на земле сообщил имена богохульные. Вопросы. Что значит сообщил имена богохульные? Кто может ответить? А вот можно мне немножко к 16 главе вернуться там о граде величиной с талант? Чуть-чуть буквально ремарочку такую? Да можно. В общем, я о чем? Что талант вот он имел собственно было два царские таланты. разную имел правильно величину, разный вес. Но царский талант он весил 60 килограмм, а самый маленький талант вот он был 26 килограмм. Вот почему я просто хотел напомнить, что вот такая градина как в 26 килограмм если ударить даже в крышу, то может пробить любую крышу. 26 килограмм градина величиной с талант. Вот я просто об этом. Спасибо Господи. Видите, она в одну ленту-то не входит все. Можно мне добавить? Да, можно. Вот я слушал толкование и я это получается же толкование как бы комментарий Кеннадия Фаста и там он как бы он говорит Вавилон это город. Он как бы не говорит что это за город. Он как бы в общих чертах подводит, но как бы не называет конкретного. Вот допустим Игнатий Тихонович он говорит, что Вавилон последний это Москва. У него вообще даже такой мысли не звучит, что это Москва. Вот а насчет он тоже против говорит, что не может быть это икумена, то есть католицизм, что не может быть это вавилонская блудница. были 12 апостолов, один из них отпал, он имел апостольство Иуда, но он отпал. И почему не предположить, что из древних исторических церквей православная церковь имеет апостольское преемство, апостольство католики имеют, но кто-то из них один отпал, потому что ведь за икуменизмом именно они стоят, они тянут православных в икуменизм, они тянут протестантов разных толков, сектантов всяких и других нехристианских религий, буддистов и так далее. Но по его комментариям мне непонятно, как он не называет конкретного что кто этот вавилон. Я закончил. Погодить надо еще, впереди же будет дальше толкование. Ну вот на мой вопрос, знает кто ответ, что значит сообщил имена богохульные, как, что это за имена и как их сообщить и главное царством на земле. Нет ни у кого никаких откровений. У меня есть Игнатов Сергей Гридар соображение вот имена богохульные беру близко со своей житейской практики, потому что нам каждому близок свой жизненный опыт и опыт своих ближних, которых знаешь. Вот у сестры моей жены родилась дочь и родители назвали ее Авророй. Ну вот в семье православной возможно ли это, ну так считаются, что православные кресты носят. Но я полагаю, что назвать человека языческим именем это для меня это какое-то богохульство. Это то, что хотел сказать по поводу богохульных имен. И проводя аналогию, видимо следует из этого исходить, что это те имена, которые противны Богу, которые являются блудодеянием перед Ним. Отошел. Благодарю. О богохульных именах Игнать Игорь Можете что-то пояснить? Да. Имена отдел не буквально. И вот написано там говорит Варнава прозвали его сын утешения. Петра переименовывает типа Петр ты камень, то есть твердость его веры. Вот что имеется ввиду. И он сообщил, то есть они знают и с этим именем его приняли. Вот сейчас когда какие-то клички кгб открывает, насколько точно кого я знаю. Я с одним встречался человеком, он высокого звания, и я случайно узнал его кгб кличка когда он был в разработке. Клоун. Вот у патриарха Алексея Второго было Дроздов. У Кирилла сейчас Михайлов. И почему все тоже можно рассказать. Но это имена не богохульные. По делам. По бороде это говорит Авраам, а по жизни хам. Вот это надо понимать. Это не надо понимать буквально что такое имя будет ему дано. Еще особенно Ленин оно ничего не говорит. А это имя означает звание которое будет известно всем. Теперь относительно города. Города тут не надо уже как Евгений говорит то предположить что одна из церквей предполагать не надо когда точно уже истолковано. Тут же впереди было слышно не надо символ на символ накладывать символ толковать символом. Если это был символ дальше только толкование. Толкование понятно любой бабушке. Город сидящий на вагряном звере. Город какой? Змей? А что за город? А вот давайте посмотрим. Дальше Андрей Кесарийский толкует Вавилон. Впереди будет сказано раз заглядывайте я могу заранее сказать Рим. Он никак не толкует Рим. И первые христиане никаких толкований не имели Рим. Но никто не знал что Рима будет три. Вот это нигде они не говорили. А почему? Константинополь только начал строить там на Босфоре. В дальнейшем он станет Константинополем и это второй Рим. Его сразу провозят вторым Римом. Первый пал. Второй мы знаем какой Паша пришел и что он сделал и отпечатал руку свою на столбе. Но пал и второй Рим. Рим то есть Вавилон и третий. С претензией на звание третьего Рима ни одного города на земле не откроено Москвы. Везде. Епифания Славенецкий прямо пишет и третьему Риму вот эта власть дана. А четвертому не быть и не будет никакой Вашингтон. Надо чтобы все сошлось. Я еще напоминаю допустим загадка. Вот загадка. Вот что за зверь такой которого никто не может приручить. Ни в одном цирке не работает. Значит мы дорогой разгадывали я не говорю какой. Млекопитающий или травой питается. Какой? Спрашивает где живет? Ну ты сам говори чтобы не ошибиться. В горах. Его качество. И когда пять качеств назвали все говорят черная пантера. Только один зверь. Никакого зверя туда уже нельзя. Так и здесь. Город которому воды народу подчиняются. со Саудовская Аравия приехал закупает оружие. Кто бы думал о том еще что Гватемала признала и прочее. Одной из властей России готова быть. Это город и дальше ни один город не может претендовать. Есть два города которые на семи холмах стоят. Москва, Оман и Вашингтон. Только три города. Но Оман вообще роли не играет. Вашингтон играет. Мы будем даже помнить Америка никогда никого не обогащала. Она только брала копила брала и копила. У русских 72 года работали бесплатно и вдруг ваучеры проснулись ничего нет страны. Абрамовичи кто? Евреи. Перекачали всю страну в Израиль. Ну не секрет же это. Что за народ тут? Тут был Скуратов главный как называть генеральный прокурор российская федерация и он говорит Борис Абрамович Борисовского А почему ты в Израиль не поедешь? Ты же чистопородный еврей. Он засмеялся и говорит еще бы я поехал утром просыпаться и думать как тебя 12 миллионов думают обмануть в этот день. То есть еврей ни о чем не думает как обмануть это еврей говорит это не мои слова и как ну посмотрите кто миллиардер это уже больше 100 то есть несколько национальных богатств которые перекачали туда это город от которого все обогатились все кубу кормили там шли туда корабли везде все всюду и ванголы еще только не было город от которого все обогатились а в Вашингтоне плакать никто не будет только радоваться будут и вот чтобы все сошлось а что на Семихолмах это пишет поэт Глинка он говорит Москва Семихолмовая загляни просто и ты увидишь то есть под этот образ никто в мире не претендует а у русских сейчас патриоты везде мы Третий Рим сейчас это уже они я скажу при Василии Третьем провозгласили Святая Русь Третий Рим это по крайней мере 400 лет непрерывно говорят Москва Третий Рим а Первый Рим Вавилон Третий Вавилон вот весь толковать по другому нельзя в течение 5 минут легко доказать ни один город в мире не претендует и себя не называет Третьим Римом тут толковать не надо по всем параметрам только один город на это может претендовать Москва Москва еще не знаю от слова москит происходит грязь когда иностранцу первому показывают как город называется в самом начале еще а тот ответил Москва поговорит о мансикомах так и закрепилось москиты вот и все это я Евгению главному тропко Москва и Геннадий он об этом говорит дальше неопределенности никакой нету но доказательства его настолько четкие по священному писанию опровергнуть абсолютно невозможно отошел а можно я тоже скажу хорошо вот во первых здесь говорится сам Андрей Кисарийский он говорит блудницу считали древние некоторые не все некоторые считали древний Рим как расположено на семи холмах да потом говорит вообще нужно понимать земное царство под этим не только город но и царство потому что Рим он всегда считался не только городом но государством это раз во вторых говорит что Америка никого не обогащала это неправда все только вот сейчас смотрят либералы все предатели которые вот сейчас гадят на Россию обманывают они все только смотрят и на Америку и говорят почему да потому что они за счет этого только и обогащаются они собирают смотрят то потому что она богатая потому что она их обогащает потому что они в России не могут обогатиться они только за счет Америки вот говорится цари земные когда это Россия царей земных она народы другие может обогащалась царей земных никогда цари земные вот это как раз такие вот Саудовская Аравия там Саудов вот эти вот все они за счет нефти за счет Америки обогатились абсолютно никак с Россией это не совпадает абсолютно, тем более с Москвой. Ну, никак. Которая сейчас служит закваской, удерживающей теперь. И вся эта грязь вся идет откуда? То есть, древняя блудница, она от чего идет? Она чему даже? Привести к антихристу. Сама Москва, она к антихристу не собирается приводить русский народ. Ну, все народы. Она, наоборот, противостоит этому. А платформу для пришествия антихриста как раз таки готовит кто? Америка. Вашингтон готовит. Ну, никак не Россия. Для этого нужен разврат, для этого нужна... Все это готовится специально, искусственно. И готовится уже тысячелетиями. И идет впереди кто? Вашингтон, Америка. Причем тут Россия-то? Я закончил. Ну, вопрос к тебе. Ты говоришь, Америка обогащала Саудовскую Аравию нефтью. Американской нефтью. Или она у нее своя нефть была? Да. А вот, смотри, Сереж, совсем недавно, в начале 20-го века, в середине 20-го, как в середине, Саудовская Аравия была, ну, все арабские народы, вот эти, они были очень бедные. Очень бедные. все. Они находились там в 16-м веке. И приехали именно американцы, англосаксы, и нашли нефть. И стали говорить, давайте мы будем добывать, а вы за это будете просто получать деньги на вашей территории. И за счет этого это они обогатились. За счет того, что там нефть есть. Нет, тут написано, что прямо он обогащал. Вот, например, Россия, она чуть ли не даром Украине газ давала за полцены. Вот это вот обогащение. Москва ей посылала газ, понимаешь? Даром почти. А на народу. Это обогащение. А то, что к ним пришли, залезли у них свою жене. Ну и как они обогатились, украинцы? Как они обогатились? Все, закончили мы. давать это самое изграз. И вот что? Закончили. Какую страну обогатились? Кто сейчас к Америке не предал Россию и не обратился к Америке? Из-за чего? Из-за богатства. Поляки, румыны, венгрии, все отвернулись. Потому что за чем? За богатством они идут к Америке. Не иначе. Все, я закончил. Сережа, давай продолжать дальше. Этого патриота не переслушаешь. Я понял уже. Да он имеет право. Откровение 17.4. И жена облеченного была в фадиру и багреницу украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугой. и держала золотую чашу в руке своей наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее. Толкование. Все одеяние блудницы указывает на царскую и гордую роскошь и является символом ее самодержавия над всеми народами. это и указание на несметное богатство города блудницы. Его будут населять подобные тому человеку, который был богат, одевался в фарфиру и весом и каждый день пиршествовал блистательно. Лука 16.19. На багряном звере жена облеченная в багреницу. Это означает, что царскую власть над всеми народами и богатство город получит от сатаны, зверя, на котором сидит. Богатство и царская власть над народами древних Вавилона и Рима были прообразами богатства и царской власти великого города блудницы кончины века. Как из золотой чаши будет этот город пить и впитывать в себя все мерзости и нечистоты и наполнять ими все народы. Чаша означена сладость лукавых дел перед испитием их, а то, что чаша золотая означает богатство, роскошь и многоценность, с которыми сопрыгаются лукавые дела. чаша мерзости блудницы это крайнее развращение общества к кончине века. А человек последнего времени будет правомерно сказать словами Елеуя об Иове. Цитирую. Если такой человек как Иов, который пьет глумление как воду, вступает в сообщество с делающими беззакония и ходит с людьми нечестивыми. Книга Иова 34 глава 7-8 стихи. Как перед потопом водни нои люди цитирую ели пили женились выходили замуж до того дня как вошел Ной в ковчег и не думали пока не пришел потоп и не истребил всех так будет и пришествие сына человечества. Евангелие от Матфея 24 глава 38 39 стихи. Люди великого города будут беспечно пить мерзости из золотой чаши блудодеяний. Но вот последний праведник вступит в спасительный ковчег церкви и тогда и зальется на Вавилон огненный дождь и блудница будет сожжена огнем 18 глава 8 стихи. Но это будет а пока чаша мерзости подносится к устам сверкает золото в греховном увеселении забыто все. Вопросы? Да, есть вопрос, если можно. Можно. Ну вот, судя по тексту и толкованию, получается так, что если Москва действительно это город блудницы, то получается, что люди, которые описываются, они должны дойти до такой степени развращения в Москве, что будет это превосходить все остальные народы, то есть развращение других народов. Но пока-то мы это не видим. Наоборот, Россия считается еще так более-менее по сравнению с той же Америкой, например. А вот там люди как раз очень развращенные. Там они живут богатствами, там они всем довольны, можно сказать, пьют вот эти все сладости из чаши. Тоже похоже как бы на Америку чуть-чуть. Похоже, не спорю, но вон видишь семь холмов, Москва, Семи Холмов, это должно все сходиться. А про Америку на Семи Холмах неизвестно вообще ничего. А то, что Россия превзойдет Америку по этим развратам в Москву, я в этом немало не сомневаюсь. Посмотрите, что у нас с телеэкрана льется. Оно льется, льется, капает, 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 дом 2, один, что? Сергей, извините, пожалуйста, но вот то, что льется по телевизору, это откуда все на самом деле вылилось? Это истоки-то идут как раз и с запада идут, это же не от нас, это все не наше. Как не наше? Но Москва же передает, мы же не американские видели. Да, но нас, нас получается напоили вот этой мерзостью всей. Это не наше искренне. У нас этого не было. Все телеканалы принадлежат Москве, не Америке. Из них льется эта грязь. Грязь льется, она может быть чуть-чуть светлее, чем та американская, но грязь остается грязью. Да, у нас нет пока гей-парадов. Сережа, можно добавить немножко? Я хотел сказать, я хотел сказать, тут все говорят о разврате, я понимаю, плотском разврате, там гей-парады и так далее. А почему самое главное забыли? Главное это не этот разврат, а разврат души, а он происходит от безнаказанности в нечестии. А это только одни коммунисты сделали по полное горло. Они своих же всех поубивали, они даже не фашисты, а хуже фашистов, коммунисты. И не просто убивали, вы немножко зайдите в Википедию, посмотрите гражданская война, сколько они убивали, красный террор. И этот террор он только был во время гражданской войны или он был до конца и при Хрущеве еще был. Он всех замучил этот террор своего же народа. И до сих пор это еще продолжается, что непонятно. В Америке вы сами себе противоречите, как раз и живут хорошо все и богато. А у нас как одни сели у власти и пиршествуют блистательно, а другие в нищете тут прозябают. посмотрите о чем написано то, немножко глаза то раскройте, не надо там пугаться то, что ваша любимая Москва сгорит. Она как раз все и сосет эта Москва, посмотрите какие у них зарплаты у депутатов, какие зарплаты, министры сейчас опубликовали свои зарплаты, миллионами получают, а люди в нищете живут на окраинах и все ждут, что с окраин придет какая-то истинная вера. Оттуда одни трупы только будут, как при Голодоморе 33-го года на Украине. Все. Можно я еще ремарочку буквально? Можно. Потому что очень трудно быть деревянным, как я понимаю. Вот. Дело в чем. Коммунисты их уже давно нет. Слава Богу. Хоть там Зюганов пусть говорят. Коммунистов нет уже. Они уже потеряли и доверие и все. А разврат он остался. И сами коммунисты. Они не взялись откуда-то. Они тоже были приведены с Запада. Это все одно и то же. И все это льется из одного источника. Вот в чем дело. Они не разные. Это все одно источник. Все это семя Антихристова. Все это разврат. Дело в том, что где Москва стоит на водах. На на великих водах. И да, это народы. Все правильно. Но все равно если говорить о больших водах, то это о чем? Это США. Ну, если просто элементарно видно. Ну, все, я закончил. Ну, и что, Сережа, кто ругается, скажи мне? А я молчу. Молодцы. Сергей, можно чуть-чуть добавить. Давай. Дело в том, что книга Откровения скрывает название этого города. Я не знаю, зачем мы вообще это все толкуем тут. Почему и святые отцы не первых веков ничего не толковали эту книгу Откровения, даже не брали в счет. Все, у меня все зашло. Я согласен. Придет антихрист, узнаем, да, но порассуждать на эту тему немного, ребят, да, поспорили Москва, Вавилон, может быть, это будет от них куда-то. Дайте мне, мне это, дадите слово. Дадим. Есть кое-какие мысли. Дело в том, что, ну, как мне кажется, может, я ошибаюсь, конечно. То есть, блудница, если мы будем брать таком, как бы контексте, что это все-таки церковь, да, и она блудодействует. То есть, она стала блудницей, понимаете, она раньше не была, а потом стала блудницей. Стала блудницей, стала блудить... А ты стал сектантом. Стала блудить с царями. Если ты эти слова повторяешь, то ты стал сектантом тогда. Столица верная, это говорится или о городе, или о стране, но никак не о церкви. Столица верная, бывшая, это говорится о городе. Конечно, сложно это понять. Если сейчас вот так посмотреть, например, на нашу православную московскую патриархию, то есть, ну, действительно, можно сказать, что это блудница. И с чаши этой уже, там уже через огни очистители они прыгают. закрой уста обеими руками, пожалуйста, и не рассуждай, если ты отклонился в сектантство, сказано, что это город или страна, при чем тут церковь, закрой уста, пожалуйста, Сереж, что ты не ведешь? Ну, истинная церковь это столб и утверждение истины, вот мы в прошлом... Аминь, да, да, и аминь, да. Теперь надо проверить, где она истинная, а где лодка. Вот именно. А еще раньше, еще раньше, мы читали в 16, то есть 16 глава 20 стих, и там рассказано, что вот эта истинная церковь, она бежала в пустыне, и вот сейчас я вам скажу, есть вот эти антиглобалисты, батюшки, есть епископы, и есть люди, которые видят, что это наступает, вот эта глобализация, они уходят, вот это истинная церковь. А кто остается, вот эти еретики, они остаются. Ну, это информация к растуждению, вы сами смотрите. Подожди, истинная церковь сейчас в пустыне, а еретики в городах. такой смысл или что? Да, она уходит в пустыне, вот тот, кто не предал Господа, то есть не связался с этим миром, с этой глобализацией, не принял этого начертания антихристова, которое везде, на храмах уже сейчас, и люди принимают поголовно, те уходят в пустыне, и это уже на протяжении нескольких лет последних. Сереж, закрывай сектантскую лавочку, все, выключай этого богохульника. Трезвитесь, да не вне идти в напасть. Вот, это действительно вино, идет вино разврата. Рома, ты не прав. Откровение 17.5. На челе ее написано имя на этой блуднице тайна запятая Вавилон Великий мать блудницам и мерзостям земным. Лакование. На челе отражается внутреннее существо человека. Об этом говорит и само слово человек. Так, 144 тысяч детственников. Имя Отца Небесного написано на челе. Глава, читали об этом 14.5. Также в вечности будет написано имя Бога и Христа на всех побеждающих лукавого в этом мире. 3 глава 12.5. Также и на челе блудницы написано имя отражавшее ее существо и характер. По характеру человека и произошли многие имена. Так, Яков Запинатель Виктор Победитель Геннадий Благородный. Об этом имени сказано тайно. То есть оно не раскрыто и несет в себе таинственный и значительный смысл. Прежде явного обнаружения этого великого города никто не может точно указать его название. Оно скрыто, как и скрыто имя самого Антихриста. И дано только мистическое число его имени 666. И как об Антихристе дано число имени его, так город блудница таинственно символически назван Вавилон. То есть смешение. Город блудница сидит на водах многих. В нем будет смешение всех народов и культур. и в свою очередь под его знаменем смешаются многие народы, племена, языки и государства. Вавилон это полное смешение человека с миром греха и беззаконие духовное блудодеяние. Люди смешаются и станут с ним в кавычках одной плотью. то что это мерзкое имя написано на челе блудницы означает ее бесстыдство цинизм ибо мерзости уже не скрываются но как бы торжественно пьются из чаши. это означает и то что грех и беззаконие достигли в этом городе своей полноты. Как о древнем Иерусалиме было сказано пророком Иеремии ты со многими любовниками блудодействовала три точки у тебя был лоб блудницы ты отбросила стыд пророк Иеремия 3.13 не только сам Вавилон будет упиваться мерзостями и блудодейством но будет он и мать блудницам и мерзостям земным этот великий город кончины века прострет свое влияние на многие народы и города и все они от него научатся богоборству разврату и всем мерзостям земным этот город будет как рассадник заразы по всему миру эта блудница станет матерью и породит еще много блудниц подобных себе города и народы отвернутся от бога и блудно прилепятся к мерзостям земным вопроса так но почему-то про москву поговорили про америку поговорили а вот еще город иерусалим город иерусалим известно что евреи там собираются строить храм храм для кого ждут машааха мессию и там влащарит выдавая себя за бога антих вот про иерусалим и как вот тут он опасается все это сережа дальше будет я скажу дальше будет идти разговор что москва то будет понятно что это столица блудницы будет сожжена написано а иерусалим будет участвовать в принятии антихриста в храме своем ну храм то будет в иерусалиме построен значит как иерусалим может быть стер с лица земли никак вот и остается нам только слезки проливать по нашей великой родной дорогая моя столица то есть она будет сожжена прежде чем сказано мать блудницам допустим ладно если за уши притянуть пусть там Москва блудница но никак не мать откуда идет весь блуд откуда целенаправленно разврат всему миру коммунизм коммунизм ты говоришь коммунизм коммунизм это навязанный русскому народу навязанный который уже нет дунул ветер он исчез коммунизма нет не исчез ты посмотри на Китай он весь все коммунисты смотри как они трубятся а бога то не знают Россия то тут уже печок и сам коммунизм он пришел в Россию извне это не наше и мы никак к нему сердцу Москва хотела Сталин все это через Гитлера хотел заразу ну и где оно сейчас все подожди Китай сейчас пойдет и все оно и будет коммунистическая партия вторая в России 19% проголосовала за коммунистическую партию ты что немножко глаза то раскроем пешник не ругайтесь только но мнения разделились ну я вот спросил понятно коммунизма нет не Иерусалима идет а разврат имеется ввиду разврат он идет как коммунизм он для чего в Россию был для того чтобы развратить и от Бога но это не наше это извне принесено чтобы нас от Бога отвратить то есть мы уже по Москве это получается не мать а уже дочка вот этой мать дочка да ну пусть дочка ну никак не мать никак не мать все это от англосаксов идет хочется нам чтобы мы плохие были понятно Игнать Ильич про Иерусалим там как понятно что город сгорит а Тихрис будет сидеть он же не может правильно сидеть в сожженном городе он позже получается власяли я хочу сказать вот выступает иногда просят слово вам разве не понятно что я еще ни разу не просил слово то есть я не считаю себя настолько важным знающим если сочтет ведущий он вызовет а вы по нескольку раз все выскакиваете мне мне одну минуту и начинает говорить и 10 минут то есть обман даже здесь идет теперь поясняю относительно того как вокруг Иерусалима это соберется последнее известие на мировой арене мы должны их развернуть первоначально мать это или не мать вино благодеяния какое вино благодеяния ложное учение какое коммунистическое третий интернационал у Америки у Вашингтона тем более никогда не было никакого учения грабь а здесь грабь награбленная это для многих народов возьмите сколько было 15 республик это тоже не случайно кого они не кормили хуже русских никто не жил сейчас средства куда все гонятся ведь несколько национальных бюджетов уходят только ежегодно через обширные предприятия где обогащаются через кого да вы скажите только сколько тонн золота осталось перед эволюцией в Америке кто натравливал теперь кто претендовал за мировую историю на звание третьего Рима ни разу нигде ни одно государство ни одна нация кроме Москвы вы все это забываете я вам сказал вы не приняли значит в этой слепоте и умрете дальше выступает не кто-то а священник священник повторяю Димитрий Смирнов говорит об этом дальше Осипов выступает и говорит если антихристу суждено быть то есть если вы сомневаетесь и он будет где-то примет то в первую очередь у русских почему царь и скупитель то есть они прямо жаждут все везде царя царя он и придет под этим именем даже Осипова это понятно еще ниже Осипова что ли нигде такой жажды нет воцарения придет и разрешит все наши вопросы вот надо чтобы все сошлось а теперь мать а когда это учение да вот они это неважно подкинул кто французам а учение это подкинул сатана но распространил его на всеми на весь мир только Советский Союз вспомните где они не лезли кому не помогали Куба а теперь последний шаг и сгорит Вашингтон ни одна бомба не упала а попытка погубить раз это божий план попытка погубить была несколько раз и нам тоже непонятно до куда дошел до Рима кто Чингисхан и где захлебнулась на Москве а я не хочу да тебя кто спрашивает кто будет мировые события Москва и поднялась а где Дмитрий Донской мы знаем где это было ну дальше еще Тахтамыш через 7 лет придет но ему голову тоже свернут дальше будем говорить Тамерлан идет железный хромец пал перед ним весь восток в Багдаде только 500 этих сделал пирамид из человеческих черепов подходит к Бамбею Индия выпустили навстречу ему собрали специально маленьких мальчиков девочек до 5 летнего возраста со светами он только мгновение остановился и растоптал все до Москвы дошел молитва молитва икона Владимирской Божьей Матери замерло все он ночь месяца охранники слышат никто не подходит утром говорит снимаем осаду уходим Москва как говорят летописцы была подобна человеку голова которая свесилась над пропастью все храмы были открыты как пасхальную неделю все понимали сопротивление абсолютно бесполезно что его повернуло у меня в доме живет историк приехал диссертацию защищать я говорю дорогой брат ты скажи почему Камерлан повернул от Ельца а разве он был там то есть история скрыла на много они дают превратные ответы здесь никакого нет ответа это посмотрите я могу года представить месяц когда это было поняли Москва почему это звание за ней закреплена она мать и она растет дальше ну дальше я беру такие небольшие моменты хотя бы Наполеон вся Европа легла перед ним приходит к Москве Москва сгорела нет она восстановилась где он Березино вспомните 500 тысяч завел а едва ли 45 вывел русские дороги зима Гитлер кому непонятно такого гениального полководца в мире не было где захлебнулся где хребет ему сломали Америка Вашингтон да они ленд-лизом только добогатились до ноздрей что ты такой умный человек я говорю Хильдин ну что ты дуришь ты дальше а сгорит а как сгорит а теперь вокруг базы вокруг Америки нет баз чтобы ракеты теперь сверхскоростные долететь до Москвы ровно 5 минут надо кроме того сейчас почему против рот боролись тройная защита от советских у советских ни одного нет одновременно взлетают 17 тысяч ракет с атомным грузом это сейчас военное министерство дает отчеты напротив 100 дивизий китайских только одна дальневосточная разбросана одна ну стоя одна до нас бамбуковыми палками задолбят но они объединятся вместе Москва третий третий рим ни одна страна ни один город себя не называл третьим римом это 400 лет день и ночь долбят мы третий рим мы третий рим то есть не забывайте это я говорю это вы как будто этого я не говорил сбросили ну она обогащалась пусть будет обогащалась где она через кого Москва обогащалась какие у нее колонии когда были ну маленько то откройте глаза только за этот период после перестройки где был такой разврат только внутри государства за перестройку абортов 120 миллионов на Чечне это за счет дотации живет все строится где ничего другого в мире нельзя предположить даже я разговаривал не где-то в университете профессора сопротивляется несколько минут все подняли руки да мы не правы были вот тут верующий сопротивляешься сгорит сгорит это означает она со всех сторон окружена ни движения не сделает ничего а бог то где а зачем перебиваешь я это никогда себе не допущу чтобы Сергея или Ина не уважать а вас это трогает потому что неправда почему вы скакиваете потому что слабые слабые и заиграет ненависть как Леонов сказал отошел спасти Христос аллилуйя у меня два слова добавить если можно Сергей Игнатов можно читаем в толковании что Вавилон это духовное блудодеяние в Ветхом Завете Господь упрекал израильский народ в этом блудодеянии речь идет не о прямом блудодеянии плоти с плотью о том что еврейский народ уклонялся и поклонялся народам языческим богам языческих народов это блудодеяние если сейчас у нас появляется с каждым годом все больше и больше сект это означает усиление блудодеяния среди нашего русского народа и не только русского отошел откровение 17 так прошу прощения час прошел можно задавать вопросы давайте с городом наверное закончим уже много мы на эту тему уделили внимания тем более написано что это тайна придет антихрист откроется это тайна давайте наберемся терпения копья ломать на эту тему мнения все высказали довольно много мнения разные другие вопросы на другие темы пожалуйста ведущий могу я пару слов сказать немножко немножко не по теме но и по теме час прошел да может это Борис Семенович с Артемовска да хочу братьев немножко поутихомирить как бы не очень приятно слушать какой идет диалог хочу напомнить вам слова из Библии Римлянам 12.10 будьте братолюбивы друг к другу с нежностью в почитательности к друг другу опережайте перевожу любите друг друга как братья всем сердцем старайтесь превзойти друг друга во взаимном уважении тоже говорится и эфесианам 4.2 со всякой со всяким смиренно мудренем и кротостью и долготерпением снисходя друг другу любовью ну как бы я человек новый здесь да ну совсем любви не вижу братья вы простите у меня уже конечно это касается очень сильно уважаемого мной Игоря Дыбунова у него командный голос немножко кстати Игорь вы даже не полковник наверное рядовой а такой у вас интересный конечно напор не знаю почему вы нападаете на малыша Романа я очень уважаю его если что-то он не прав давайте обсудим давайте его направим на путь истинный короче хотелось бы пожелать поменьше знаете такой вот злобых друг к другу потому что она просматривается я человек новый а мне виднее это прошу прощения если кого-то чем-то обидел Ларис не вы первые не вы последние замечания Игорь делает люди почему-то каются у нас духовная брань это брань это война ну а как мы не воюем мы же не с оружием в руках я понимаю наша война не против плоти и крови а против духа злобы поднебесной а против вашего не против духа злобы поднебесной все пророки еще по-клеще словечки порожали порождение хиднины и там что только нету не было поэтому тут конечно человек новый вам как бы ухо режет вам кажется что это не любовь а мне кажется это ревность может быть она иногда бывает не по рассуждению но зато человек неравнодушный неравнодушный да и пускай понимает как понимает вот а иной раз понимаешь человек лежит когда и замерзает другой подойдет так нежно кротко на него надеяло накроет и пройдет мимо а другой подойдет как начнет по щекам хлистать чтобы тот пробудился не замерз понимаешь вот это иногда и нужно нам друг дружке делать по любви тоже конечно и тот который понимает сущность христианства что его бьют по щекам чтобы он смотри смотри злился Сергей очень похвально то что Игорь Дыбунов ревнитель это очень похвально я его очень уважаю в этом плане кстати не знаю Сергея или она но это очень некрасиво затыкать рот оскорблять эритиком это никуда не годится братья вы вообще как бы думаете что говорите потому что слово можно убить человека и не надо брать оружие немножко поубавьте пылок это меня очень знаете взволновало я даже не ожидал что такое может быть у вас всегда закрою ста это что такое аминь борис согласна с вами это никуда не годится думайте что делаете братья вы что пойдете в безумие и подумайте что вы вообще боги понимаете вы говорите что конкретно по роману малышу бесед с ним было проведено по любви очень и очень много он живет с нами поэтому лучше отношений чем вот с тем кто живет со стороны вам не может быть виднее потому что вы с нами не живете виднее нам можно я тоже сказать бесед как бы бесед много сложно здесь ситуация вот чем мы читаем толкование где совершенно ясно отец Геннадий говорит что речь идет и как Андрей Тесарийский речь идет о блуднице о городе или о государстве и вдруг роман берет это слово и начинает опять говорить об учении или о церкви когда вот батюшка он конкретно говорит что это не учение и не церковь это конкретно он доказывает это доказывалось издревле что это в точке зрения еретиков я как бы как пес на свою блевотину не слушал просто человек о чем идет речь и начинает опять наши умы будоражить и возвращать на то же самое поэтому я и сказал а когда прошло православной церкви говорит что вот блудница я говорю лучше закрою ста двумя руками чем говорить такой потому что на страшном суде будешь отвечать а не потому что я его хочу там оскорбить или что-то нет именно я так и понял Сергей еще хочу раз напомнить написано что с терпением относитесь с любовью друг к другу а мы этого брата терпим уже знаешь сколько ты не знаешь сколько мы его терпим хотя написано еретика после первого второго вразумления отмечания можно конечно равнодушно относиться Сергей если вы считаете что он еретик значит отвратитесь от него нет а что у вас двойные стандарты у него еретические мысли еретиком его признают на церковно-прикоском совете понимаете я не могу еще раз говорю у нас есть церковно-прикоском совет вот на этом подождают на эти вопросы вот на этом совете я его еретиком и называл но он говорил сегодня на занятиях еретические мысли ему поэтому попросили лучше не согрешай и не повторяй а чем вот в крайности какие-то ну и мы же конкретно читаем учения слушать просто надо а если человек не слушает а потом какой-то свой продукт ну ладно чуть-чуть поправили а когда он уже начинает на церковь говорить ну попросил я его правильно не потому что нет любви а потому что наоборот чтобы он не грешил ни сам не грешил ни других не вводил в заблуждение вот в чем дело и все элементарно значит Сергей Ильин вы пожалуйста запишите беседу свою это очень полезно потом самому прослушать ее понимаете вы сейчас не слышите себя а вы запишите я вот недавно выставили мою разговор с Инатий Тихоновичем и я просмотрел его то я очень недоволен этим разговором то есть как я разговаривал понимаете со стороны посмотрите на себя пожалуйста все простите если чем кого видел ладно все давайте по Сергею Ильину хотел обратиться Сергей Ильин вот для меня ты говоришь совершенно нормальным тоном то что иногда у нас там с тобой бывают несогласия это только по моей великой любви к тебе потому что я даже не знаю ты крещен троекратно нет брат ты мне не брат ты тут просто в занятиях участие постоянно принимаешь очень настойчивый человек в православии и поэтому я хочу чтобы ты до конца все правильно понимал я допустим принимаю все что написано и в третьем томе и в первом и во втором в толковании Феофилакта и Андрея Кисарийского и то что Геннадий Фаст принимает я все это принимаю это все для меня на сердце ложится но вижу в этом вопросе мы с тобой опять не совпали там где не совпадаем я там пытаюсь тебе объяснять ну ты мне тоже объясняешь мы с тобой тут голосами совпали ты меня тут как говорится мы с тобой два полковника или генерала или рядовых или нищих так что продолжай так что Игнати Тихонович он правильно должен быть между вами разномыслие дабы объявились искусные искусный и мудрый человек он никогда не будет выскакивать и выкрикивать и перебивать поэтому не забывайте наше правило не перебивать и не выкрикивать это говорит да человек со стороны режет это замечание правильное Сергей я хочу еще одну ремарочку я бы посоветовал вам как ведущему значит ну составить как у вас потеряете есть там устав какой-то небольшой устав правило да и надо учиться учиться поведению в эфире понимаете это эфир слушают люди я не думаю что это всем нравится все мы вас поняли мысль понятна составляйте я вам поручаю я рассмотрю если мне понравится я благодарю за совет еще вопросы можно Игнатову два слова сказать да продолжение темы о том является ли церковь той тем Вавилоном то о чем сказал Роман я думаю что он не умышленно говорил об этом а со слов тех врагов которых он прислушался и совершенно справедливо его покритиковал Сергей Ильин но сделал в такой форме которая смотрится со стороны как высокомерие допустим никто не посмеет сказать Игнатию Тихоновичу закрой уста двумя руками почему потому что никто не считает себя выше его или даже на уровне его а тут допустим человек считает себя выше другого и поэтому допускает такие вот высокомерные выражения хотя может об этом сам и не помышляет но со стороны это воспринимается именно так отошел сережа большое спасибо исчерпающий ответ как всегда кстати Сергей Игнатов это вот образец Борис я делаю вам замечание у нас правила такие я ведущий и у меня принято спрашивать разрешение прежде чем говорить вопросы у нас много же народу пожалуйста Роман Надежда Анастасия Евгений может у них вопросы есть а мы просто не даем им говорить он тоже говорит о нашей нелюбви Рождествует Христом всех Спаси Христос да да Спаси Христос вот зоновые у нас здесь появились в конце занятий ну да вопросы Анастасия есть ну можно мне вот есть желающие пусть спрашивают я послушаю об антифисте Братья я просто ну как бы высказал свои мысли вот Игнатов кстати он тоже говорит о церкви но есть такие мысли то есть предпосылки то есть да я вижу что это к Москве большей степени конечно ну как бы больше перевес у меня к Москве все таки Москва и Московская патриархия тут не надо немножко разделения но если отталкиваться от того что церковь все таки столб и утверждение истины то мы посмотрим в таком ракурсе мы посмотрим что истинно там уже надо искать истину в этой церкви надо искать ее понимать нет церкви ее не найдешь ее нужно искать в церкви только роман церкви я не говорю что это не в этой церкви вот но сейчас уже разделяется то есть на еретических там священников и епископат и нет сейчас такие вещи есть надо смотреть со столб Столпа истины, а не просто так, а это все в один котел, как бы это нельзя так. Зачем церкви тогда уставы, зачем каноны, для того, чтобы определить истину. Иначе, если не будет никаких правил канонов, то что это будет? Это бочка с бурдой какой-то, понимаете? Если смотреть в этом, то есть каноны семи вселенских соборов, подходить с точки зрения этого, то мы можем посмотреть и сказать, что это вроде не истинная церковь. Я так все сказал. Ну да, мысль понятна, что церковь, которая не соблюдает каноны и правила, как же может быть истиной? Вот однако. Однако. Ну, слава богу, в нашей общине, хоть нас упрекают несоблюдение каких-то канонов, я читал там, но не в точку они там говорят, что усов сами погрязли в несоблюдении, и, конечно, им тоже хочется в ответ упуснуться и все. Наши общине каноны соблюдаются. И слава богу, что я верю, что я в истинной церкви. А где не соблюдаются, трудитесь на местах. Можно задать вопрос? Вопрос можно задать? Да давно пора уже. Я хотел задать вопрос по теме вот этого самого столицы. Почему вот у тебя возник вопрос, что это может быть Иерусалим? Когда там по времени ясно говорится, что это будет до того, до того. Где говорится, напомни просто, я не совсем как бы, может быть, уловил, вот именно в хронологическое время. Брат, тут же говорится все в картинах. И одна картина опережает, бывает другую, накладываются и так далее. Поэтому и это не совпадение, поэтому многие тут теряются. Я так понял, что практически все, кто участвует, никто не дочитал до конца эту книгу откровений. Или все доки уже в этой книге откровения, и у них свои толкования. Все. Иначе, ну какие тут могут быть вопросы, что это и так далее. Там же все по порядку написано. Сначала будут пророки, потом только придет лжепророк, потом антихрист когда-то. Антихрист будет не сразу антихристом, его никто не будет знать, но он будет творить чудеса. Он уже будет антихристом, но никто ему не дал власти еще. Потом будет его власть, когда он победит северные народы, которые пойдут войной на Иерусалим и на южного царя. И так далее и тому подобное. Вы хоть немного-то знаете, о чем читаете. А до этого будет уже поражение этой столицы-будницы. До этого. Когда будет Армагеддон? Кто сейчас скажет точно, когда будет Армагеддон? Там говорится конкретно, когда будет он. При антихристе будет или после, или перед антихристом? В последние времена, в последние дни. Когда он будет Армагеддон? Все это на своем месте стоит. Вы поперек телеги то лошадь запряжете и наоборот, то колесо какое-то поставите. Ну как может быть церковь блудницей? Конкретно говорится о чем тайна там и так далее. Роман тоже. Ты понаслушаешься видать этих видеороликов. Непонятно каких. Ты вот читай лучше то, что тебе вот перед глазами. Третий том, если он у тебя есть. Если нету, откроем значит наш форум или там что там. И читай. Читай сначала, а потом участвуй. А то других где-то понаберешься всякой блевотиной, а потом сюда выносишь. Зачем нам это надо? Мне кажется, что Сергей Игнатов тут прав. То есть Роман-то он не называл, что церковь блудница. Он говорит, что в ней происходит неисполнение канонов. Это как бы, что тут вино блудодеяния. То есть другое учение. А учение, что не нужно соблюдать каноны церковные, это как бы и не лжеучение. Вот кому нет меня больше как бы на сердце ловится, что нет Бога, нет антикриста. Это вот лжеучение, прежде чем возводить хулу на Бога. Сначала идет как бы пропаганда атеизма, что делали коммунизм. А потом уже сатанас нам насядет. То есть мы и в толковании читали, что это будет промежуточное звено. Отречение от Бога через атеизм, а потом поклонение социальной к Богу. Поэтому вот коммунизм очень даже как бы подходит, на мой взгляд. Можно пару предложений? Можно. Вот как раз про учение. Вот ты сам сказал про учение. То есть мы сейчас видим это не вооруженным глазом. То есть патриарх выступает в мечети и говорит у нас один и тот же Бог. То есть вот это и кумен, оно и есть это ложное учение. Вот это яд. Это блудодеяние. Понимаете? Ну, как мне кажется. Может я ошибаюсь. Может. Я высказал свои мысли, братья. Я не то, чтобы навязываю кому-то что-то. Понятно. Я высказал. У меня есть высли. Ну, благодарю вас за реакцию. Стилизм. Это документ, ты считаешь? Что такое кумена? То есть Вавилон, смешение всех религий, всех народов. Все, да, вот Вавилон. Где, в каком этом городе. Потом они, будет столица вот этого. То есть она мать. Мать это значит, вот она разливает эту экумену. То есть еще экумены еще, да. Никому нет. Ну, в этом, то есть это тоже. Это же преучение. Братья, у нас время закончилось уже. Давайте поблагодарим Бога и продолжим пожелать. Ну, сейчас-то Дева Днесь хоть пропоем, вместо достойно есть-то. Ну, запивай, брат. Ладно, уговорил. Запивай. Песня. 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 Аминь. И наш Господь с нами, чтобы Мать Пресвятая Богородица нас всех оберегала. И ангелы-хранители нам помогали и охраняли во всех наших бедах, трудностях, несчастьях. Во всем нам были помощники. Спаси Христос всех. Спаси Христос, Марина. Во славу Божию. Спаси Христос. Во славу Божию. С Рождеством Христовым. Спаси Господи всех. С Рождеством Христовым. Спаси Христос. Спаси Христос. Я хотел Роману Малышу сказать. Роман Малыш, перед тем, как ты вот задал этот вопрос о церкви, только что мы прошли толкование, там Геннадий Фаст объяснял, сектарское толкование этой церкви. Или ты не застал, или я не знаю, зачем ты дальше этот вопрос начал разворачивать. Ты почитай впереди вот то, что мы 16 главу там проходили, и все, и это мысли всех должны быть. Мы должны быть единодушны, единомыслины. Иначе какой смысл церкви? Ну это хорошо, конечно. Но я тебе скажу, брат, что с откровением не так-то все просто. Геннадий Фаст, Геннадий Фаст. Ты имею в виду, что даже святые отцы, например, вот святые отцы, они говорят, как будет ставиться там начертание, или какое, они не знают. То есть я тебе скажу, ну это не надо как бы так резко, потому что... Вот я тебе скажу, у нас есть православие, да, мы очень богатые, потому что мы стоим в истине. У нас есть старцы еще. Зачем Господь дает старцев? И кто такие старцы? Вот сейчас мы изучаем, да, толкование там святых отцов. Ну, святые отцы при жизни своей были старцами, и люди их называли. Вот старец такой-то, например, там Иван Кронштадский, там тот такой-то. А уже, когда они уже прославлены были Богом после смерти, они стали святыми отцами. Поэтому у нас есть старцы, но вы не принимаете, и Священное Писание о них указывает. Вы отвергаете их, и я вам скажу, это ваше дело, это ваш выбор, это ваша воля. Господь никого не насилует. Еще в 1970 году был такой старец, Таврион Батосский, который описал в точности штрих-код в 1970 году. Ничего никто об этом не знал. Он точно описал, что будет 30 черточек, черточек, начертание, слово, корень, начертание, черта. Если посмотреть на штрих-код, это точное отображение, начертание. 30 черточек, он сказал, это он сказал, по числу 30 серебряников, братья. И он сказал, что первые две в середине и в конце будут означать цифру 6. То есть все будет 666. Но я этому верю. А вы, как смотрите, это ваш выбор. Это ваш выбор. Можно мне сказать, Игнатов Сергеев? Можно. Роман, мы знаем такое произведение, как протоколы сионских мудрецов. Они тоже появились не сразу, не то что в печати, а в природе. Поэтому все эти планы сионские, которые сегодня реализуются, они появились гораздо глубже и дольше, и дальше в веках. Но рано или поздно все сокрыто и открывается. И это сокрыто открылось тому старцу, о котором ты говорил. И еще, есть такое извлечение. Его Господь сказал, что не чтут пророка в Отечестве своем. Роман, ты знаешь, кто такой пророк и кто живет в вашем Отечестве? Чтут ли его все, те, которые знают его? Вопрос на засыпку. Понял. Я понял твой намек. Я понял твой намек. Роман, молодец. Придет время, Сергей. Ну, ответ будет. Ответ будет. Сейчас пока я не могу ответить. Можно я тоже скажу? Братья, если можно сказать, да, брат Сергей? Можно, да, можно. Я хочу вас поздравить всех с Рождеством Христовым. Хочу пожелать, чтобы каждый из вас мог сказать, ей гряди Господи Иисусе сейчас, чтобы у нас не было грехов, которые нас отделяют от Христа. И могут, как бы, желать задержки его, чтобы быть неготовым. Чтобы мы все были готовы и всегда готовы сказать, ей гряди Господи Иисусе. Как говорится, и дух, и невеста говорят, гряди, приди. И чтобы мы сейчас уже были готовы принять Христа и ждали его сейчас. Спаси Господи. Спасибо тебе, Христос, Сергей. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. У меня к Сергею Ильину тоже есть пожелание. Я как-то на нашем сайте, на нашем чате, который ты ведешь, тоже предлагал такую систему, чтобы были какие-то определенные правила поведения на нем. То, о чем сегодня сказал Борис Семенович. Я думаю, что время настало, чтобы и там был какой-то определенный порядок. Я согласен. Только вопрос знаешь в чем? Чтобы хотя бы иногда ты на нем присутствовал. Потому что, как бы, понимаешь, в чем дело? Братья и сестры собираются. Но вот брата Сергия Игнатова никогда нет, уже несколько месяцев. Как бы я ни просил, все равно тебя нет. Все равно ты отсутствуешь. И что тогда предлагать, если ты все равно туда не заходишь, а? Ну, если он продолжает работать, я там буду. Хорошо. Ну, вот не знаю, сегодня будет у меня здоровье. Может быть, в 16, через 20 минут. Вот. Ну, ладно. Хорошо. Принимается. И можно обратиться к Игнатию Тихоновичу? Обратиться к Игнатию Тихоновичу? Обращайтесь. Игнатий Тихонович, а вот можете вспомнить, как ваше детство, юность на вашей родине праздновалось Рождество престола? Священства не было? Микрофон Игнатий Тихонович, включите. Священства не было. И в деревне даже не знали, что такое священник. Поэтому праздновали как? Посты строжайше соблюдали. Все. Среды, пятницы. Это мы с детства впитали, и поэтому для нас трудностей уже как бы никакой и нету. Доказывать. У нас некоторые приняли крещение и ушли. Говорят, а мы не можем посты соблюдать. Пошли в патриархию. И там все это разрешается. Вот. Дальше. К этому готовились. Что ребенку-то больше всего вспоминается? То, что понятно ему. Готовили сметану. Вместе с твороги называли сырчики. Маленькие такие липушки. Заморожены были, а потом приносили. Вот. Никаких служб не было. Это мы не знали. Единственное, на чем держалось, то, что говорил отец-мать. Все. Мы другого не знали. Книг никаких не было. Не считая старая псалтырь была. Старые деревянные корки. Кожаный внешний переплет. Ну, а люди как? Как всегда гулянки были в деревне. Среди лета этого не было. А как только закончилась уборка-то, и ходили по домам компаниями. Несколько компаний, и друг к другу, как правило, не попадали. К нам очень хотели попасть в нашу компанию. Это я знаю. Были пчелы, была медовуха. А у других, чтобы там было крепче, они добавляли табак туда. Табак выращивали сами. И людей рвало после этого. И к ним больше никто и не ходил. Ну, а если кто-то ходил, тут выпивали, я только про это могу сказать. А к себе не приглашал, с ним тоже расставались. Что бесчестный поступок. У нас насчет этого, видишь, какая льгота была. Мед, настойки. Вот это все уже пиво, там это солод. В пешку толкало, помню, мачугунами. Ничего божественного в этом я не знал и не видел. Просто мы не слышали ничего. Вот и все. Как справляли? Гулянками. Все. Поэтому в 22 года, я когда впервые получил Евангелие, Библию, у меня был полный переворот сознания. Что Бог есть, суд Божий есть, я это имел. А это самый корень. Если этого нет, то ничего и нет. Уважение к постам, найти нуждающихся в твоей помощи, помочь физически, или то, что у тебя есть средства. Купить, обеспечить. Это мы с детства впитали. Нас родители побуждали к этому. На день рождения свой на краю деревни жила бабушка, которая знала, как ангелу-хранителю молиться. И мать пекла там пироги, готовила, что я с этими дарами, сумочками шел туда, я и относил, и стоял рядом, пока она молилась. На Пасху ходить пробовали в соседнюю деревню, там кержаки живут, более знающие как бы. Но мы ни разу не к ним не могли попасть. Какая причина? То ли они прятались, мы, кого там, 10 километров. Вот все, что у меня от детства осталось. Но это основа была, она привела к Евангелию, и далее к тому, что случилось, тому, что есть. Паси Христос, Игнатий Тихонович. Мир вам. Вопросов, если нет, то я отойду. Мир вам, братья. Есть вопросы? У меня сегодня 7 роликов поставили. Как у нас моление шло без батюшки. Он сейчас звонил, мы ему сказали. Какие я два слова сказал о Рождестве? Ну, я все в мировой обстановке, с обратной стороны тех, кто это делает, как выглядит. Это никто никогда не разбирал. То есть, это совершенно новая тема. И второе, дети ставили концерт, как на это смотреть? Я тоже ответил, согласно Слову Божию, святых отцов. Ну, и дальше концерт. Очень хороший концерт дети поставили. Уже на нашем видеоканале стоит. Я только-только закончил закачивать. У меня медленно работает он. Ну, 7 роликов с обеда, это немало уже. Милости просим. Прости, Христос. Ромов роликов хочет спросить. Давай, Рома. Рома, спрашивай. А, мир вам, братья. Ну, во-первых, вот по поводу Вавилона... Чуть погромче, Ром. А, по поводу блудницы Вавилона, так лучше слышно? Да, да, да. А, вот есть мысль, что... Что этот город, как бы, получается, князей-то, вот он, как бы, князей, ну, кормит князей, да? То есть, как раз вот эти олигархи, которых сейчас называют у нас в России, они как князья, они как цари, действительно. И они все кормятся от Москвы-то. Вот. Ну, то есть, все совпадает, действительно, многое совпадает с Москвой. И по поводу, вот, то, что Роман Малыш говорил, он здесь сейчас? А, здесь, да. А, да, да. Да, да. Вот, помню, вы говорили как-то про какую-то главу, которая должна все объяснить, что мы хотели, там, не понимаем. Вот. А есть ли у Игнатия Тихоновича, как бы, объяснение, вот, на этой главу? Я не слышал, что за глава, забыл даже, и не слышал, что там, когда ее читали. Вот. И есть ли, вот, Игнатия Тихоновича, как бы, объяснение правильное этой главы, на которую ссылается Роман Малыш? Ну, я даже не помню, на какую главу ссылался, которая должна была нам все объяснить, как бы, что мы не понимаем. Вот такой вопрос. Да, вот, как раз, когда эту главу мы проходили, Роман, как раз, добрые дела, там, делал Любову Глазимову. Да. И вот, что это за глава такая? Что, как Игнатия Тихоновича объяснит? Роман, напомни сам, что ты, вот, такие мысли у тебя, что, что эта глава должна нам всем объяснить и открыть на это глаза? Да, мысль какая-то была. Это к Роману Малышу вопрос. Да, да, да. Мне как помнится, что эта глава говорила, что начертание ставит лжепророк. То есть мысль на Роман было такова, что начертание уже ставятся, а Игнатий Тихонович говорит, что нет. И вот эти вот ИНН, это только шаги. А Роман утверждает, что ИНН, потом вот эти паспорта и черточки, это все уже система, и принявшие его уже погибнет. А Игнатий Тихонович говорит, что нет, не погибнет. То есть это еще не печать Антикриста. То есть печать Антикриста будет только при Антикристе. А мысль Малыша Романа была, что нет, печать Антикриста будет при лжепророке. Поэтому лжепророк сейчас уже есть. Когда спрашивают, а кто он такой? Как его имя? Мне тогда дайте. Ну давай, даем. Я все-таки присутствую, поэтому мысли. Здесь не то, что мысли. Я услышал, что Игнатий Тихонович сказал конкретно, что начертание, то есть не начертание, Игнатий Тихонович сказал, печать будет ставиться после воцарения Антикриста. Ну, бегал я туда-сюда по этому откровению, ничего такого не нашел. Откровение ясно говорит. Печать, это как бы, это значение здесь печати, оно совсем иное имеет смысл. То есть о печати ничего не говорится. Писание говорит о начертании имени зверя и числа имени его. И число это 666. И что ставить будет же пророк. И ни капли, нигде. Поэтому я спрашивал несколько раз, ну, покажите, где это написано. Никто мне не показал так, ну, так бы, как всегда, отфутболили. Ну, ладно. Вот, что имеет роман, то есть, на какую главу, что, я так и ничего не понял. Я вот четко тебе скажу, что... Я тебя отлучал до какой-то главы, я тебя просто напоминаю. Ну, ну ты, да, ну если так, то да, до 13-й. Теперь смотри. До 13-й, да. А что в 13-й главе там говорит? Вот это и говорится. 13-й глава, 17-й стих. Что зверь, выходящий из земли, это лжепророк. И именно этот зверь будет ставить начертание. Этот зверь. Потому что там два зверя. Ну, дракон это сатана. Первый зверь, который выходит... Это толкование Кесарийского и Леонского. Нет, брат, но там, да, дальше в 17-м стихе конкретно никому нельзя будет ни покупать, ни продавать. А сейчас и покупают, и продают. Ну, не сворится, брат. Не перебивать. То, что лжепророк, это уже понятно. Я понял, что все поняли, что это лжепророк. Второй зверь. Теперь, что касается начертания. Вначале оно идет, оно сейчас идет. Оно идет не сразу на руку и на чело. То есть, оно идет в бумажном виде. То есть, это как раз есть здесь прелесть сатаны. Он потихонечку... То есть, сначала он подкинул ваучер. И все отказались от Родины. То есть, продали Родину. Потом он подкинул штрих-код. Кто изучал, вот мы все-таки изучали. Благодаря Игнатию Тихонову, конечно, сильнейшая статья. Я как бы рад, что так Господь дал, что он нашел это где-то. Суд против антихриста. Вот это там четко все описывается. То есть, это начертание на руки в бумажном виде. Получил. Потом идет паспорт, уже с чипом. Тоже получил. Подписался. То есть, ты взял, ты принял его. А следующее, братья. То есть, если ты принял это, ты подписался. Это очень важно. Когда ты подписываешься под таким документами антихристовыми. Потом уже идет, мы смотрим сейчас на Америку. Я очень глубоко в это, как бы, внедрился. Мы под антихристами. Ты не перебивай, не перебивай. Ты сам перебиваешь и неправильно делаешь. Америку уже чипируют и никто никого не спрашивает. Почему? Потому что у них такая же была последовательность. Так же все у них начиналось просто раньше. Так же, братья. Только раньше, понимаешь, нас. С них все исходит оттуда. Они тоже сначала в бумажном виде, потом с паспорта, биометрию. А сейчас уже никто никого не спрашивает. Потому что если ты подписался, значит, ты уже будешь зачипирован в тело. Вот это последний штрих в тело. Я просил Игнатия Тихоновича изучить пси, вот это, пси-террор, серию фильмов. Там очень четко все рассказывают. Там ученые, которых убили. Около 40 ученых, которые свидетельствуют, что такое вот это пси-террор. Про эти чипы там рассказывается, про торсионные поля и как это все воздействует. Психогенераторы, которым уже давно пользуются. Демонстрации собирают, разгоняют. То есть вы об этом просто не в курсе, вам не интересно. Но мне было интересно, я влез. И вот смотрите, если сейчас, кто имеет вот эти документы, если вы не откажетесь, есть возможность, Господь дает, отказаться от них. Это и есть скорбный путь. Потому что если ты отказываешься от этих документов, ты обречен идти на землю, пахать на землю. И ты будешь без света, без газа, без ничего. Но это скорбные, узкие, тесные врата. Это все за Господом. Узок путь. Уйти от глобализации, братья и сестры. Если кто не понимает, ну не знаю, вот это я вам говорю точно. То, что вы приняли на бумажке, вы подписались. Теперь вам надо вернуть. Я, милостью Божией, только принял ИНН. И когда я изучил это все, я пошел, отказался, все у меня нет. Я вернул свое имя. Потому что это действительно имя, которое записывается в компьютере зверя, но в электронном таком виде. Там присутствует шестерка, и мы это все смотрели. Материал Игнатия Тихоновича сильнейший. Это бомба материалов. Это не просто я... Поэтому вы уже подписались, но это еще на руках каких-то бумажках. Роман, разрешите мне уйти. Уйти, разрешите тут. Время мне нет. Мы это повторяем на сотый раз уже. Я так шажу, пожалуйста. Если вопросы есть какие, давайте. А нет, я отойду. Это бесконечно. Нет, вопрос-то как раз мы просто затянули. Роман Фроликов просит прокомментировать вот эту вот 13 главу, 17 стих. Ну, я говорю, мне комментировать не надо. Ко мне лично вопрос. Это я прошу отпустить меня. Если я что-то скажет, испугался, я уже знаю, какие слова будут говорить. Игнатия Тихоновича, у меня есть прям вопрос. Давай. А, братья, простите. У меня вопрос был просто. Да, я понял, что оказывается все повторяется. Просто я... Бесконечно одно и то же метельным. Это то, что хотел сатана отнять в самое драгоценное время. Доводов никаких нету. Что бумажки, это будет считаться имя отнимать. Никто не отнимал это все выдумки. Мне сегодня только из Германии одна прислалась, знакомая. И говорит, я, говорит, слышала вот это, не наших там, что детей берут, когда дети в больнице бывают, а им там щип вставляют. И теперь дома даже шепотом разговаривать нельзя. У меня дети заболели, были там. Сейчас я их возненавидела, детей-то, я готова отказаться. Но попала на вашу встречу, узнала, что это ложь, это обман. А мы знаем, кто теперь это придумал, ученых убили. Все это сатанинская ложь. Я, говорю, сейчас к детям кое-как вернула свою любовь. Те, которые сегодня ратуют, что где-то, это постепенно, постепенно, но никакого отношения не имеет. Определитель один, не продать, не купить. А кто это проповедует, они покупают, продают и не видят, как слепые. И она, говорит, я едва вернула любовь к детям своим. Это трагедия, которой доверились люди этой билиберде. Определенно, четко об этом сказано все. Священоначалья сказала, нет, тогда под церковь подогнать, как-то под патриархатом. Ну, придет время, вам придется каяться когда-то. А сегодня забыто, что такое покаяние. Я считаю, все правильно, все. А тогда зачем трясучка трясет? Я никому не доказываю нигде об печати. Потому что никакой роли не играет, ее нет. А вот кому надо доказать, они прямо за грудки хватают. Это и говорит о том, что ничего нет. Тихо, сейчас микрофон включать буду. Марине сказать как раз, эта женщина. Марина, будь, говорит, осторожна. Поэтому все эти Авели, Семена выходят, говорят и прочее. Они тебе в такую беду ввергнут. Я знаю, давным-давно, 50 лет назад, люди паспорта бросали. На них серп и молот, это смерть и голод. Умерли, ничего нигде нет. А их жизнь была, они пожгли трудовые, работали в шахте. Вы не знаете, какое бремя на вас возложил сатана. Сами. И не строится, ничего не надо. Не надо ничего делать. А сатана этого добивался. Антихриста нет, он уже распылил людей на подходе. Доказывать еще не надо. Он принял, это его учить. К теме прошу, не возвращайтесь. Время у меня совершенно нет, я буду отходить. Говори, Марина. Игнатий Тихонович, у меня вот такой вопрос. Мы знаем, что Рождество Христовое, это очень великий праздник, да? Но у нас в течение многих лет, значит, не проводится ночное богослужение. То есть у нас проводится, допустим, вечерняя служба и воскресенье утром литургия. Как это объяснить и от чего это зависит? Не видел, не знаю. У нас ночная тут была во всех храмах. Все ночные бдения, Рождество. Вот в том-то и дело. У нас уже в течение, наверное, 11 лет. Про вас, Марина, я уже понял. Про вас я знать не знаю, вопрос снятый. Как я буду говорить о том, что нет? Вы зайдите, сейчас у нас 7 роликов рождественских в нашей маленькой общине. Порадуйся, посмотри. Вот они начинают, посыпав, говорят, неправильно одеты, как на пляж приходят, надо соответственно... А он о чем говорит, а я хожу и улыбаюсь, у нас все это есть. А он говорит, и нигде не сделал за всю жизнь, и не сделать никогда, ни Ткачеву никому. Это огромный труд, чтобы людей, которые друг друга не знали, мы как единая семья. Посмотри, вот ролики стоят, сегодня я выставил. А они об этом только говорят, а сделать и дальше не сделают ничего. Это все разговоры. А разговаривать некоторые научились. А до дела ничего нет. На меня нападали все за лагерь. А кто-то образовал? Нет. 21 тысяча по пальцам сейчас насчищают. Раз, два, три. За 21 по спичке перекладывать тебе сколько надо? Столько сел погублено. И только одно единственное православное поселение наше. Зачем говорить-то? Бог-то будет судить не только по словам, а, наверное, и дела нужны. Ну, ко мне приезжали дети, наркоманы, уже отпетые. Через один месяц вообще не знают, что это такое. Вот кого не возьми, на нашу передачу столкнулся. Здесь вот Борис Семенович, я не вижу, он отошел или нет. Здесь, кажется. На передачу только. На наш ролик-то. И у него все меняться начало. Степаненко приезжал, это председатель миссионерского общества Томской епархии. И он пишет дальше. Я, говорит, вернулся, я всю пересмотрел жизнь. Как много я изменил. А это одна встреча была. Почему? Благодать Духа Святого. Он направлен, вот у меня было несколько раз покушение. Потом эти убийцы, киллеры, они мне сознавались. И вдруг вот такое случилось. Мы знаем, как случилось, так руки опустились. Я на практике знаю. Я не богослов никакой. У меня ни образования нет, ничего. Я просто живу, прислушиваюсь к Богу. Прислушиваюсь. И поэтому я вот расслышал этот голос. Заранее, если на подходе будут панику наводить, и готовиться где-то, ничего не будет. Проготовились, ничего и нет. А вы лишили-то себя чего? У нас здесь священник был Павел Ярволенко с камня на оби. Паспорт нельзя. Переписки участвовать нельзя. Но вот сын Ваня подрос. Сейчас и паспорт, и компьютеры выходят на беседу. Почему? Я ошибался. Так люди специально, умышленно поставленные масонами, чтобы эту смуту наводить. Там земля плоская для них. И все это выдумки. Слава там этот славик ребенок. И теперь священник вышелкается. Эту басню про ребенка я составил. Я книжки выпускал. Простите меня. То есть они тролли. То есть они тролли. Тролли это подземные духовные существа бесовские. И они троллят мозги людям. Не пободрствовал человек. Я вот заметил, стал разбирать это. Которые люди. Сто процентов почти все разведенные. То есть неуживчивый характер. И прочее. Одинокие. И они за это цепляются. Просили тебе передать. Будь бдительна. Будешь горький. Спаси Христос, Игнатий Тихонович. Никакого того Антихриста нету. Они одновременно действуют. Они так, что он пришел в предтеще и будет заранее действовать. Предтеще скрестается со Христом. И он пришел на 6 мест только раньше. А не так, что он придет за 20 лет и до Антихриста. Это все выдумки. Он при нем будет работать. И главное-то не печать, не бумажка, не чип. Чип тоже ничего не значит. Отречение от Христа. А это будет, когда будет подпись человек делать. Я признаю его за Бога. Им надо, чтобы как Бога. Ничего этого нету. Это бред. Это люди неверующие совершенно. Еще вот как маленькие ребятишки-то. Отречение от Христа. Вот этот чип, он давно ставится уже. А тут будет знак, может быть, на ткань лобную или где-то рука. Это все объяснем. Это очень хорошо. Денег не укрой. Подошел. Тут сразу политические обстановки. Ага, тебя задержать сразу. Мы говорим, чтобы мирная обстановка была. Только чип поможет установить мирную. И скажут, мир и безопасность. Тут все на месте стоит. Не надо ничего. Покажи весь, что тебе Бог дает. Нам бы нельзя паспорт получать. Значит, мы никуда из дома не выехали бы. А мы весь, буквально всю Европу прошли. Сколько отзывов, сколько душ обратилось. А сатане это не нравится. На бумажке борются-то с бумажкой сыпры. Да это в цифру заключено. Никакой шестерки там и не будет. Это смысл шестерку. Ты шестерики, говорят, их называют даже шестеркой. Нашим вашим играют. Если ты верующий, прислушайся. Священно начале патриархии очень четко все объяснило, и при том правильно, согласно Слову Божию. Я говорю об этом, не слышишь. Ну не надо больше, я тебе не прилепляю. У меня нет этого шестерочного. Я не знаю. А они всему присвоены. Каждому быку. Каждому, каждой овечке на ухо приезжает. Вон, в потеряльке. Все ходят с бирками. Во всем мире. Им надо учет держать. А теперь только раз найдено. Это очень хорошо. Мать на кухне водится. Глянула, ребенок там-то. Щип сработал. Но это не отречение. Значит, понятия нет никакого. Живете без Бога или как? Только через отречение. Любое. Жертву принеси Богу, и ты свободен иди. И вспомните Анфима Некомедийского. 32 тысячи сожгли. И никто рукой не пошевелил. А не так, чтобы тренировались мясо брать или не брать. Их заперли в храме конкретно. Возьми, переложи на жертвенник. Другому на руку положили. Углей подложили. Ну, чтобы он опрокинул на жертвенник. Он не опрокинул, пока не прогорело, и угли не стали выпадывать. Это немощь плоти. Жития не знаете. С канонами не дружите. Писание, буквально ничего не можете сказать наизусть. В Библии недостатки ищут. Ну, какая ваша вера-то? Я говорю к тем, которые начинают всю эту баламутину-то заводить. Я сказал один раз, не вызывайте больше. Не надо. Кто знает истину, он не спорит. Он только возвещает. Один раз, два. После второго отвращайся. Он поглощен ересью. Ересью ума. Я не хочу говорить, ты сам определишь, там или нет. Сегодня работать. Едино благовестие. Трудись для Бога, для Царства Божьего. Никакая шестерка тебе под ногами не будет стоять. А придет время, ни продать, ни купить. Главный определитель. Если ты думаешь, что ты такой уже сильный, ты не принял это, и, наверное, отказался. А ходишь, покупаешь. Ну, все, я провернул. Тебя сразу высчитать должны. Ни в одном магазине ты не купишь ничего. Ни продать, ни купить. Это главный определитель. А ратует за шестерку, а сам ходит, все покупает. Вагонами тащит, самолетами. Полстраны покупают. Отойди от этого. Продать, ни купить. Нет этого. Нигде нету на земле этого нету. Ну, что вы совсем глупо. В Америке, Европе есть уже. Это чип как раз есть. Роман, я вас никогда не перебиваю. Она меня спросила, я с ней разговариваю. Зачем стрел-то? Это говорит о слабости теории, которой мучаешься. Брось все это. Живи спокойно. Когда придет антихрист, а я уже его отверг. То есть это заранее на подходе, чтобы ложного какого-то выдуманного придали, а настоящего тогда за ничто признают. Ты же не будешь пять раз антихриста признавать. Нам не безызвестны умысли сатаны. Ратует, а ничего нету. Конкретно покажите. Вот тогда будет разговор. Покажите, что он отдельно будет за 30 лет, придет предтеча, будет там просто так где-то тайно в магазине или где тебе на лоб нанесли. Не будет этого. Отречения. Отречения. И поэтому за отречением следует твердая уверенность. Я прав. Вот это есть уже печать. Марина, что хотела еще сказать? Отпустите, я отойду. Никому я не нужен больше. Все, Игнатий Тихонович, я только хотела это спросить. Ну все, Марина, я передаю... Ну, спаси Христос Богом. Тебе передали. Будь бдительна, я вам сказал. Спаси Христос. Так, еще кому нужен я, нет? Всем нужен. Игнатий Тихонович, еще буквально секундочку. Хочу сказать по поводу вашей общины. Да, это идеальная община. Это я подтверждаю. Идеально. Смотришь, глаз отдыхает. Душа радуется. Кстати, вчера, смотря Божественную Литургию с главного храма Христа Спасителя, обратил внимание, патриарший хор, женщины опять стоят без головных уборов. Хоть ты убей их. Хоть ты убей. Ну, я не знаю, что уже надо, что надо людям сделать. А по вашей общине это вопросом нет. Да, женщины. Вот знаете, Борис Иванович, вот мы сидим иногда, занятия выводим во двор. Ну, солнышко светится. И в это время приезжают директора каких-то магазинов, там, предприятий крупных. И вот только калитку ввери отворят, а мы сидим занимаемся. Вот так вот встал. А что это за здание у вас? Я говорю, что? А вы ничего не видите? Да у вас все светится вокруг. Понимаете? Я ничего этого не претендую на это. А что это за аура? Аура, аура. Да я не знаю. Приходит ректор, 21 тысяча студентов. Там доктор разных наук. Я вышел из Тегнеев, Владимир Васильевич, Алтайский государственный технический университет. 21 тысяча студентов, 18 стран учат здесь. И он мне говорит, а что это за люди у вас? Я говорю, а тут вся и администрация края, и ФСБ, и кто-то на мои занятия в университетах. Да они про это. Эти люди сидят, прямо светятся все. Я говорю, да вы что вы думаете? Да вы что же за не видите? Я говорю, нет. Понимаете как? Одна же две женщины в черное одеты. И сами подошли ко мне. А вы знаете кто? Мы занимаемся колдовством. Мы услышали про ваши занятия, пришли, чтобы разрушить их. Я ничего не ответил. Только перед занятиями поем. У нас иконы стоят в зале, в аудитории. Помолились, о Царю Небесной пропели. Я сразу обратился к залу. Прошу встать. Человек одессит и не найдется еще. Спасибо. Нельзя так считать, что сейчас монастырей нету. Никто не спасает. Ангела-хранителя. Мне сказали. Спасибо. 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 Спасибо.